Всем привет, с вами Фроди, и сегодня мы посмотрим на большую куклу Энчантимус. Это увеличенная версия персонажа Дениса Дир. Также увеличению подверглись лисичка Фелисити и кролик Бри. Вообще, обычно Маттелл сам не производит увеличенные версии своих кукол. Чаще всего этим занимаются другие компании по лицензии. Но в данном случае Маттелл решил заняться этим лично. И, к сожалению, проклятие кривизны не обошло и этих кукол. У них, конечно, не все так страшно, как порой бывает у обычных Энчантимус, но тоже есть ляпы в печати глаз. И сразу хочу отметить тот факт, что с этой куклой очень хочется обниматься. Она такая большая и осязаемая. И еще один плюс этой куклы – ее печать не пиксельная и вполне приятна глазу. У нее желто-коричневые глаза, обрамленные и нарисованы шерсткой, черный носик и приветливая улыбка, а также точки на щеках и лбу. Уши с рогами из твердой резины. Точно так же, как и у маленьких кукол вставлены в голову. Прошивка жидкая, можно было бы и побольше прошить. К тому же тут есть какое-то непонятное отверстие. Волосы лучше, чем у моей маленькой оленьки. То есть они жесткие, но гладкие и не так сильно склонны мочалиться. Болеро пушистое, на резинке. Хорошо тянется. Мех приятный. Молдированная маечка в увеличенной версии никуда не делась, только немного поменяла цвет. На ней изображена имитация пуговиц и цветочные узоры. Юбка – это все тот же кусочек красочной ткани на резинке. Сшито хорошо. Резинка отлично тянется, а край хоть и не обработан, но не грозит порваться или осыпаться. В точности перенесли не только минусы, но и плюсы. Поэтому обувь не стали как-то упрощать. Эти ботинки также детализированы, как и маленькие. Тут есть рельефы меха и шнуровки, узоры. И обувь просто отличная. Но снимается с ножки немного трудно. Даже несмотря на разрез сзади, нужно приложить усилия. Тело крепкое. Мне кажется, даже если этой куклой колоть орехи, ей будет все равно, настолько она крепкая. И у нее более приятные пропорции, чем у маленьких кукол. Пластик тела неоднородный, с вкраплениями каких-то белых точек и блесток. И в руках присутствуют странные и некрасивые отверстия. Голова крутится, не наклоняется. Руки крутятся и разводятся. Шарниры в плечах очень тугие. Особенно тяжко они разводятся в стороны. А ноги не разводятся в бедрах, только крутятся. Питомец тоже очень крепкий и увесистый. С рельефом белой шерстки и пучком меха на голове. С его печатью заморачиваться не стали и оставили пиксели. Но не сказать, что это его портит. А вот что его действительно портит, это уродливое крепление сзади, которое даже в увеличенном виде почти не выполняет своей функции. Также с куклой идут две расчески. Одна для самой куклы, вторая, видимо, для питомца. В сравнении с обычной куколкой Enchantimals, это просто гигант. Питомец тоже будет гигантом рядом со своей маленькой копией. Но у меня самый первый выпуск Денисы, та, что шла в сете. И вот рядом с оленем из сета, этот увеличенный олененок все равно выглядит маленьким. Рост куклы 35 сантиметров вместе с рогами. Она чуть выше Барби. Что касается цены, то она в России на удивление ниже, чем на Амазон и Эбэй. У нас этих кукол продают где-то по 1300-1500. А там цены от 30 долларов, то есть от 2000. Из коллекционеров, конечно, мало кому будет интересно. Но, как детская игрушка, это просто отличная кукла. Крепкая и яркая. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok